Здравствуйте уважаемые подписчики и посетители моего канала. Начать я решила с одного из самых прекрасных и всем известных садовых растений сирени. В наших садах сирень можно увидеть повсеместно, ведь этот неприхотливый кустарник требует совсем немного ухода. Однако для того, чтобы растение весной нас радовало пышными соцветиями, требуется знать некоторые секреты по выращиванию. Самые популярные виды сирени это сирень обыкновенная и сирень венгерская. На современном этапе выведено множество сортов с цветками различных цветов и оттенков. Есть махровые и двухцветные сорта. Советы по уходу за сиренью. Посадка сирени дело несложное, приживается она как правило хорошо. Хотя надо помнить, чем старше куст, тем тщательнее вам потребуется соблюдать правила посадки. Крупные экземпляры более уязвимы. Молодые саженцы и тем более саженцы в контейнерах требуют намного меньше внимания. Место расположения. Для посадки сирени выбирают хорошо освещенное место. В тени она тоже может расти, но кусты вытягиваются и цветков будет мало. Место для посадки желательно выбирать открытое от сильного ветра. Со временем кусты сирени сами служат защитой от ветров, но в первые годы жизни они могут ломаться от ветра и под весом мокрого снега зимой. Непригодны для выращивания сирени болотистые, затопляемые осенью и ранее весной места. Если участок низкий, то хороший вариант посадка на насыпанный высокий холмик, окруженный каменной подпорной стенкой. Венгерская сирень может расти и на замокающих почвах. Почва. Сирень неприхотливое растение. Она может расти на любой, даже неплодородной почве. Но красивый куст и обильное цветение будет на умеренно влажной, хорошо дренированной плодородной почве. Предпочитает нейтральные и слабокислые грунты. Уход за почвой заключается в перекапывании ее в сентябре, прополке сорняков и рыхлении весной и летом. Посадка. Лучшее время для посадки сирени – конец лета или начало осени. Расстояние между кустами выбирают в зависимости от сорта и назначения насаждений. Обычно это 2-3 метра. Посадочные ямы копают на полметра в глубину и столько же в диаметре. Если почва песчаная, то яму копают больше и заполняют ее смесью перегноя, компоста, древесной золы с добавкой суперфосфата 20-30 грамм. Глубину посадки выбирают такую, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Заглублять ее нельзя, иначе растение погибнет. При посадке крону немного обрезают на 2-3 пары почек. Если есть слишком длинные корни, то их немного укорачивают. Куст устанавливают в центре ямы, корни распределяют равномерно и засыпают перегноем. После посадки землю уплотняют и обильно поливают. Удобрения. Первые 2-3 года после посадки удобрения вносить не обязательно, особенно на плодородных почвах. Далее подкармливают из расчета 50-60 грамм мочевины или 65-80 грамм амячной селитры на одно растение за сезон. Органические удобрения навозную жижу или раствор коровяка 1 к 5 полезно вносить осенью. Полив. Растению требуется дополнительный полив. После первого полива весной поверхность почвы вокруг куста мульчируют торфом, перегноем или другим материалом. Летом почву постоянно поддерживают во влажном состоянии. Влага нужна растениям не только весной и летом, но и осенью, во время осеннего роста корней, для чего в сентябре-октябре проводят обильный так называемый подземный полив. Берут по 2-5 ведер воды на каждый квадратный метр приствольного круга в зависимости от механического состава почвы и возраста растений. Обрезка. Обрезать растения начинают обычно через 2 года после посадки на постоянное место. Для формирования красивого симметричного куста ранней весной, когда кусты еще голые, выбирают 5-7 красиво растущих веток и до пробуждения почек вырезают все остальные. Затем выполняют санитарную обрезку поврежденных веток и прореживают по необходимости. Также в первые годы жизни куста большое значение имеет правильная срезка соцветий. Часто срезают, а еще хуже обламывают соцветия вместе с однолетним, а иногда и с двулетним приростом. Это приводит к тому, что сирень цветет только через год. Для красивого цветения в будущем году обязательно нужно срезать не меньше половины цветущих побегов, причем срезать не только кисти, но и часть ветки. Это вызывает формирование новых побегов, на которых закладываются цветочные почки. Чтобы сформировать штамбовую сирень в виде деревца, нужно выбрать саженец с крепкой прямой вертикальной веткой. Ее укорачивают на высоте, равной намеченной высоте стволика, оставляя 3-4 пары хорошо развитых почек. В дальнейшем из побегов формируют крону, оставляя 5-6 красивых побегов и удаляя все ненужное. Необходимо также регулярно удалять все побеги, появляющиеся на стволике деревца. Через 2-3 года крону прореживают и затем делают это ежегодно. Зимовка. Сирень обыкновенная хорошо зимует без всякого укрытия, но под молодые саженцы рекомендуют подсыпать торф и сухие листья слоем до 10 сантиметров. Сортовые сирени могут подмерзать зимой. Ранее весной они нуждаются в удалении подмерзших побегов. Разножение. Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Видовую сирень можно размножать корневой порослью или семенами. Любителям сирени полезно знать, что купленная в садовом центре сирень может быть привитой и корнесобственной. Корнесобственная сирень выращивается из черенков или отводков. Как правило, она менее капризна, чем сирень привитая. Разножать отводками проще всего. Для этого низкорастущую ветку летом пригибают к земле, надрезают вместе соприкосновение с почвой и прикапывают. Обычно осенью в этом месте появляются корни и молодая поросль. Весной новый кустик отделяют и пересаживают на постоянное место. Сирене несложно размножать и зелеными черенками. Их заготавливают сразу же после цветения. Укореняются они лучше всего в теплом и влажном месте. Оптимальная температура 23-25 градусов. Для укоренения берут смесь торфа и песка в соотношении 2 к 1, а затем черенки обрабатывают биостимуляторами корнеобразования. Болезни и вредители. Природные виды сирени практически не страдают от болезней и вредителей. Культурные сорта более капризны. При недостатке калия в почве появляется корневая гниль. Слишком тяжелые почвы способствуют появлению некроза и пятнистости листьев. На слишком влажных почвах могут наблюдаться разные виды гнили и грибковых заболеваний. Против них используют различные фугнициды. Из вредителей чаще встречается сиреневая мольпестрянка, сиреневый почковый клещ и щитовки. Для борьбы с ними применяют инсектициды и окорициды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.